Беларусь и Грузия последние годы сумели заново воссоздать двусторонние отношения. Такое мнение высказал наш президент по итогам своего визита в эту Кавказскую республику. Это второй визит белорусского лидера в истории отношений наших стран. Первый был три года назад. Тогда Беларусь и Грузия как будто заново познакомились. Сегодня же разговаривают как давние хорошие друзья. Растет взаимный товарооборот. Стороны строят совместные планы по развитию сельского хозяйства, науки и медицины, закрытых тем в отношениях нет. Это также слова белорусского лидера. О белорусско-грузинских отношениях сегодня будем говорить много. И начнем с подробности визита Александра Лукашенко. Особый народ, особый язык, уникальный алфавит, неповторимое полифоническое пение, которое даже попало в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Это Грузия. Особым народом с долей юмора во всем мире принято называть и таксистов. Они общаются с тысячами пассажиров и порой знают проблемы простых людей лучше, чем политики. Грузинские таксисты – это особый народ в квадрате. Их мнение – это почти официальное заявление маленькой, но гордой Закавказской республики. Лукашенко – мужик. Вот я это могу сказать. Он пахать умеет, он работать умеет. Я очень уважаю его. Как он видел по телевизору нашего президента, я плакал. Почему плакал? Потому что даже он это сказал, два слова. Во время коммунистов я несколько раз отдыхал в Сохуми. Он сказал, оказывается, сейчас не пускают. Почему? Не знаю, интересно, говорит. Так встречают только самых близких друзей, или, как здесь говорят, геноцвали. Хозяева не ограничились маршрутом следования нашего президента и тысячами белорусских флагов. Целую неделю был увешан буквально весь Тбилиси. Я всегда еду с трепетом сюда в ожидании, что здесь очень хорошие, добродушные, порядочные люди, точно такие, как в Беларуси. Хлебосольные. Мы делаем ради людей. Правильно. От продуктов питания до сложной техники, которую мы можем производить в Беларуси, до тех товаров, которые производите вы, и мы готовы импортируем от вас в Беларусь. Те отношения, которые между Беларусью и Грузией, я думаю, для многих государств – это пример. Они смотрят на нас и говорят, вот как могут люди работать не на благо каких-то теоретических интересов, а на благо граждан, вот простого жителя Минска и простого жителя Тбилиси. Грузия – страна гор, солнце, вина и, конечно, традиций. Но свято чтить обряды предков – это не значит отказываться от новых обычаев. Для Мариам Сищенавы поход в магазин с ярким орнаментом и говорящим названием – почти сакральное действо. Ни дня не может продержаться без белорусских йогуртов. Очень вкусные молочные продукты у белорусов. И натуральные, конечно. Сладости тоже у них очень вкусные. Еще три года назад, до того, как в Грузию с первым официальным визитом прилетел наш президент, белорусская молочка здесь была в диковинку. А теперь почти такое же устойчивое определение качества, как французские духи или немецкие машины. Молоко и мясо из Беларуси занимают уже почти 20% местного рынка. На бизнес-форуме, приуроченному к нынешнему визиту Александра Лукашенко, крупнейшие грузинские ритейлеры буквально окружили белорусских производителей. Неудивительно, что за три года товарооборот вырос вдвое, да рекордный с учетом услуг цифры 112 миллионов долларов. Спрос не только на продукты – грузовики, тракторы, карьерные самосвалы, электробусы и, конечно, лифты. Платный проезд на свой этаж – местная особенность, которая удивляет приезжих гостей. Принцип простой – заходишь в лифт, бросаешь монетку, нажимаешь нужный этаж, тогда двери закрываются. Накладная логистика, особенно для пожилых людей, но и это принимают за счастье. Во многих домах лифты вообще не работают долгие годы. Сервисная служба здесь распалась вместе с Советским Союзом. И теперь только Тбилиси нужны почти 8 тысяч лифтов. Первая партия из нескольких десятков белорусских подъемников уже установлена. Далее будут действовать более масштабно. Теперь в Тбилиси открыто сборочное производство мощностью около двух сотен лифтов в год. Открыть совместные заводы в Грузии намерены и белорусские машиностроители. Для нашей страны это экспортная ниша на многие годы вперед. Для местного рынка – драгоценные рабочие места. Мы не просто уже идем по пути каких-то товарообменных операций. Это важно торгово. Но мы начинаем создавать научные центры здесь. Допустим, научный центр по животноводству, научный центр по растеневодству, картофелеводству. Это то, что нужно людям. Как тяжело смотреть в глаза своим детям, когда нет денег на хлеб, Арчил Руадзе знает не понаслышке. При Советском Союзе он работал на заводе, производившем комплектующие для «Жигулей», не пережившем в начале 90-х разрыв кооперации. Сегодня каждый второй грузин безработный. Поэтому визит президента Беларуси здесь воспринимают как шанс улучшить собственную жизнь. Он понимает, любого человека понимает на своем республике. Любого человека. Вот посмотрите, где у нас работы нет. Хотел один «больтгайка» выпускать, слушай. А там все есть. Там работают люди. Это хорошо. Оттуда, если приедет несколько человек, наши же будут 20, 30, 40, 50 человек будут работать. Прошлым летом белорусские летчики помогли грузинам остановить лесные пожары в Боржомском ущелье. На огонь едва не испепелил несколько сел. Премьер-министр Грузии поблагодарил нашего президента за эту помощь. Последствия возгорания оказались незначительными. В сравнении с пожаром войны, расколовшим некогда единую страну на несколько частей. Нерушимость границ – принципиальная позиция Беларуси. Но на встрече с политическим и религиозным руководством Александр Лукашенко повторял одну и ту же мысль. Конфликт властей не должен быть войной народов. Нужно найти силы протянуть друг другу руки. Это хорошо, что в Россию не пускают нас? Это хорошо? Нет, конечно. Надо друг к другу обратиться, чтобы мы что-то делали. Новое слово сказали, новое дело поднялись. Впрочем, подвижки уже есть. Недавно в российском МИДе заявили, что вскоре могут ввести для Грузии безвизовый режим. Примечательно, что невзирая на конфликт, россияне могут приезжать в Грузию без виз. Гостеприимство здесь и правда выше политики, а музыка сильнее любых слов. В Грузии даже патриарх – композитор, и белорусские гости услышали его авторскую версию Авы Марии. Ответным жестом сын президента Беларуси Николай сыграл Серенаду Шуберта. Был символичным и последний аккорд нынешнего визита. Президент Грузии лично отправился в аэропорт, чтобы проводить своего коллегу. Дипломатический протокол это не предусматривает. Но так провожают здесь самых близких и уважаемых гостей. Он любит наш народ. Потому мы тоже любим белорусский народ. И уважаем. Белорусский народ и грузинский народ – это почти одинаково. Я хочу жить так много, чтобы я узнал, что Хуми приехал и Лукашенко отдыхает там. Вот я это хочу. Дмитрий Семченко, Александр Зонов. Контуры. Тбилиси. Грузия.